Продолжаем выпуск. 90 лет исполнилась жительницей Фокина Кларе Сергеевне Мельниковой. Долгожительницу с юбилеем поздравили представители городской администрации и отдела социальной защиты населения. Юбилярши вручили письмо от губернатора Приморского края и подарок. В гостях у Мининцы побывала и наша съемочная группа. Сергеевна, поздравляем, вы такая красивая женщина, молодая. Вот не скажешь вам, что с таким юбилеем серьезно вас поздравляем. Поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, счастья, юбилеем, долго и счастлива. Спасибо огромное. Праздничный стол Клары Сергеевны Мельниковой заполнит цветами и подарками от самых родных и близких людей. Свой день рождения жительница Фокина получила поздравление и от губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, который в открытке пожелал ей семейного благополучия и долгих лет жизни. Сама Клара Сергеевна не ожидала столь пристального внимания к себе, но признается, что всю любовь и доброту ей дарят трое детей, пятеро внуков и семь правнуков. И им она, прежде всего, желает крепкого здоровья, успехов в учебе и профессиональных достижений. Да, в смысле жизни в том, чтобы дети были счастливы, чтобы не было этой самой страшной войны. Почитаешь, посмотришь и в ужас приходишь от этого. Добрее надо быть, внимательнее надо быть, уважать старость. Клара Сергеевна уже около 57 лет проживает в Приморском крае, хотя провела свое детство в городе Елец Орловской области. В 13-летнем возрасте подросткам встретила Великую Отечественную войну. За четыре страшных года юбиляр успела окончить восемь классов и поработать счетоводом, а также совершить огромный путь от своего родного дома, проехав Урал и Свердловск. Ветеран войны и труда до сих пор помнит день 22 июня 1941 года. Мама мне дала, так дешево стоило кино, 30 копеек, это большие деньги были. Но я поехала на трамвай в кино, в воскресенье 22 июня. И где-то мы переехали Аку, остановился трамвай и взрывы, сильные взрывы за годом. Все думали, о, учения идут, там танковое училище было. Думали, что танковое училище, учения у них. А это уже бомбили Орел. Значит, вот в свой день рождения, нет, 22 июня как раз это было. Ну и потом начались бомбежки. И как раз на мой день рождения мы всю ночь просидели в бомбоубежище. Вы знаете, это так страшно, когда летят бомбы. Они летят еще и свистят. И еще в придачу подсветка идет, стреляет с ракетами осветительными. И каждая бомба, кажется, в тебя летит. После войны Клара Сергеевна волею судей показалась в Косомольске-на-Амуре, где она работала старшим бухгалтером на электростанции «Амур-Сталь». Там же женщина встретила и своего мужа, за которого вышла замуж спустя два месяца знакомства и прожила счастливых 55 лет. Сейчас лишь памятные альбомы и фотоснимки напоминают о рабочих буднях и счастливых моментах из жизни юбиляра. Несмотря на преклонный возраст, Клара Сергеевна продолжает радовать своих близких подарками, которые она сделала своими собственными руками. Ведь вязание и разгадывание кроссвордов – это ее хобби. А родственники не устают слушать за чашкой чая рассказы о самых интересных моментах из жизни любимой мамы и бабушки.